Украинский портал На версии украинских СМИ авиаудары не наносятся. Давайте послушаем мнение жителей станицы Луганская на этот счет. Ударил самолет, ударил по райотделу милиции, когда бомбили по мостам, разбомбили школу, бомбили суд, там тоже говорят люди пострадали и по жилым домам лупило. Нигде никаких, никого нету, ни военных, ни вообще нету лишних людей никаких здесь. И средь бела дня летел самолет и скинул 4 бомбы подряд. 4, вот ямку засыпали, там в конце огорода, и по улице дальше разрушили все дома, погибло я не знаю сколько человек, у меня куми оторвали ногу, умерла. Украинские медиа, Украинская правда, Главрединфо, Телеканал 24 и Зеркало недели распространили информацию, якобы ополченцы Донецка признали, что Россия поставляет им оружие и технику. При этом единственное доказательство, которое приводят медиа, слова активиста движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, известного своими левопопулистскими взглядами. Аргументации из разряда «Мы видели фотографии в Твиттере». Украинские СМИ рапортуют, что инфляция в Украине замедлилась до 1%, а рост цен по итогам 5 месяцев составил всего 11,6%. При этом, отмечают журналисты, что цены на некоторые продукты даже упали. Однако медиа умалчивает, что при этом тарифы на тепловую энергию для населения выросли от 23 до 27%. Конечно, об этом писать украинским журналистам неинтересно.